Киномания это самый крупный инстаграм про кино. Надоело часами листать кинопоиск в поисках хорошего фильма? Тогда эта страничка для тебя. Киномания. Все киноновинки, трейлеры, рейтинги смотри здесь. Ссылка в описании. Приветствую, меня зовут Сокол и я недавно был в Екатеринбурге на фестивале ЮКОН. И знаете что? Мне очень понравилось. Екатеринбург прекрасен, а Урал без сомнения может гордиться таким конвентом. Реально я получил огромное удовольствие как от самого фестиваля, так и от общения с людьми, которые пришли повидать меня. Но пора возвращаться к работе. И как-то так получилось, что однажды в одном видео я начал высказывать свое мнение по поводу трейлеров. И теперь меня постоянно заваливают просьбами высказаться по поводу тех или иных трейлеров. И сегодня таких трейлеров два, о которых я бы хотел поговорить. Первый это трейлер Варкрафта. С помощью людей мы отыщем иной путь. Зачем ты здесь? Спасти наши народы. Ему можно доверять? Они звери. Их всех следует уничтожить. Да, это свершилось, господа. Мы так долго ждали, и вот он. Первый трейлер, который лично для меня отвечает на множество вопросов. Таких вот, чисто технических. Например, как будут выглядеть люди со всеми этими помпезными доспехами, наплечниками там и экзотическим оружием. Серьезно, я видел, как в костюмах из Варкрафта передвигаются косплееры по всяким там Комиконам. То есть, они с трудом передвигаются. О том, чтобы во всем этом им сражаться и речи не могло идти, тут без обид. Костюмы могут быть реально крутыми. Но сражаться с орками в этом невозможно. И знаете что? В трейлере нам показали людей. Их доспехи сделали более реальными, так чтобы персонажи смогли в них двигаться. Хотя они все равно выглядят громоздко, на мой взгляд. Как я понял, нам демонстрируют Азерот, города Даларан и Штормград. Я знаком со вселенной Варкрафта только из игры Хардстоун, так что кое-где мои познания могут быть ограничены. Вы уж извиняйте. В центре сюжета первая встреча людей с Ордой. С той самой, состоящей из всяческих орков. Да-да-да. И вот теперь к самому вкусному, собственно говоря, к оркам. Единственный шанс уцелеть, сделать эти земли своим домом. Что бы ни случилось. Что бы ни случилось. Орки мне понравились. Конечно, компьютерная графика в глаза бросается. Но все же, все выглядит весьма добротно. Тем более, мне кажется, графику докрутят еще к премьере. Хотя вот графику третьего Хоббита доделали только к режиссерской версии. Увы. Большинство сцен вырезали к официальной премьере фильма. Поскольку спецэффекты были тупо недоделаны. Но даже сейчас, если вернуться к трейлеру Варкрафта, видно, что глаза у чудес совершенно живые. Орки смотрятся вполне себе симпатично. И это правильно, поскольку основной идеей стало то, что создатели хотят показать обе расы равноценно. Так, чтобы каждой расе можно было сопереживать. То есть, перед нами будет конфликт интересов, и не будут ярко выраженных злодеев и героев. Ну, то есть, конечно, они будут, но у каждой расы свои. В игре, как я понял, простите, если ошибаюсь, среди орков также полно положительных персонажей. И вообще, среди них также много достойных героев. Это... То есть, вся раса орки, это не совсем зло, как, допустим, во Властелине колец. Это, собственно говоря, просто раса непохожих на людей-существ. И это круто! Ты на стороне людей против нашей расы! Из недостатков. Мне не очень понравилось то, что некоторые орочихи, женщины-орки, это загримированные актрисы. То есть, грим не цифровой, а настоящий. Накладные там зубы, уши. И это несколько контрастирует с орками-мужиками, на мой взгляд. С орками-мужиками, которые целиком сделаны с помощью компьютера. Или это какая-то другая раса. Ну, вот эти женщины с непонятными клыками. Просветите меня, я уж не в курсе, видимо. Но, если это так, как я думаю, то мне кажется, что зря не так. Либо делайте все на компьютере, либо делайте все с гримом. Ну, чтобы не бросалось в глаза это. Но я все же надеюсь, что в фильме они будут смотреться более органично. Ну, и еще. Кое-где графика все же режет глаз. Да, это действительно так. Под трейлером писали в комментариях, что это скорее царство грин-скрина, чем Варкрафт. Так что, будем надеяться, что они все же допилят спецэффекты. Времени-то еще навалом, чтобы сделать это. Так что, я верю пока что в фильм. И совершенно нет никаких поводов, чтобы в нем разочароваться. Ну, а второй трейлер сегодня. Это, естественно, финальный трейлер Звездных войн. Пробуждение силы. Кто ты? Я никто. Также я взглянул на японский трейлер, где засветилось еще много новых кадров из фильма. Собственно говоря, вот отрывок из него. Ну, тут, кроме того, что трейлер крут, сказать что-то еще трудно. Но давайте все же обсудим детали. Нам, во-первых, показали всех новых персонажей еще раз. Рэй, которая, похоже, разговаривает, я предполагаю, с Леей, мы этого не видим, поскольку диалог происходит в закадре. Однако, именно она, по некоторым сведениям, будет носителем силы. Да и в трейлере диалог на это намекает. А почему с Леей, я думаю? Ну, потому что Лея фактически до сегодняшнего дня является чуть ли не единственной женщиной в галактике. Как-то так. Хотя, в одном моменте мы видим, как новый персонаж по имени Финн, ну да, тот самый внезапный негр, замахивается световым мечом. Может быть, он тоже будет одним из новых членов Ордена Джедай. Хотя, этот трейлер нам представляет его как одного из штурмовиков. Как, собственно, и все остальные трейлеры. Из меня сделали идеального солдата. Кстати, насчет Ордена. А Люка Скайуокера так и не показывают. В отличие от Леи с Ханом Соло. Ни в одном ролике нет Люка Скайуокера. Только со спины. В капюшоне и то, возможно, что это не он. Это сразу же породило волну слухов о том, что Люк, возможно, перешел на темную сторону. И это просто тщательно скрывается. Другой же слух такой. Типа, Кайло Рен и есть Люк Скайуокер. Да-да, вот этот мужик в маске. Не знаю, в общем, но интрига действительно держится. И я тоже подкину одну теорию. А то чё же я так? Самый левый, что ли? Посмотрев японский трейлер, у меня вообще сложилось ощущение, что Кайло Рен не такой уж и злодей. Я не могу это как-то объяснить, но предчувствие именно такое. Вернее, быть может, он не совсем злодей. Рен это вообще вроде как новый орден. У них Рен это как приставка Дарт у ситхов. Так что, какие именно цели преследуют этот загадочный орден, ещё необходимо будет выяснить. Быть может, это вообще будет что-то новое. Возможно, он будет играть как против повстанцев, так и против империи. Хотя вот в некоторых кадрах он прям засветился на борту Звёздного Разрушителя. Видимо, нового Звёздного Разрушителя. Но на такие размышления меня натолкнул вот этот кадр. Почему он её не убивает? Хотя, может, как раз собирался? Во всяком случае, это только предположение. Дождёмся фильма. Кроме того, мы увидели Чубаку, Хана Соло опять. Опять же, Лею, крутого робота BB-8, который клёво перемещается по песку. И впечатляющие бои звездолётов. Короче говоря, я заранее буду брать два билета в кино, чтобы сходить на фильм два раза. Ну а как ещё-то? Собственно говоря, даже не знаю, что ещё добавить. Да, прибудет с вами Сила. Ну, в общем, я пока что высказал своё мнение по поводу двух этих трейлеров. Так что, можете не писать мне больше и не заваливать мою личку просьбами об этом. Поскольку по трейлерам судить о фильмах явно не стоит, я хочу сказать так. Имейте всегда своё мнение. Так что... Что ж, ну а с вами был Сокол, высказывал своё мнение. Сходите в кино, сказайте своё! Тихо, 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 тихо! Тихо, 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 тихо!